С повесткой справились быстро. Большинство вопросов депутаты городской думы проработали на заседании комитетов, потому у парламентариев разных фракций редкостное единодушие. Внесены изменения в бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019. Решено выделить 40 миллионов рублей городскому троллейбусу на компенсацию льготных перевозок, а также деньги на зарплату педагогов дополнительного образования, чтобы довести их оплату труда до средней по региону. Кроме того, полтора миллиона рублей планируют израсходовать на благоустройство Иваново. Это наши муниципальные деньги, которые направлены на то, чтобы в данный момент обеспечить уборку города. Эти деньги пойдут как раз и на покос травы в том числе, и соответственно приведение в порядок наших остановочных павильонов. Вот эти средства выделены дополнительно из бюджета города. Также депутаты приняли решение частично освободить гор-электросеть от перечисления в бюджет дивидендов от чистой прибыли за прошлый год. Сумма 6 миллионов 828 тысяч будет направлена на реализацию мероприятий инвестиционной программы общества, в том числе и на софинансирование работ по расширению существующей распределительной сети, прокладку кабельных линий в районе улицы Набережной ориентировочной протяженностью 6 километров. Аналогичные решения приняты и в отношении Ивгортеплоэнерго. Правда, это предприятие полностью освобождают от перечисления дивидендов. Это порядка 3,5 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на строительство теплотрассы к дому по 5-й и 1-майской дому номер 25. Эта сеть будет построена взамен бесхозяйной. И цель ближе к предстоящему отопительному сезону этот двухэтажный дом подключить. И в Гортеплоэнерго имеет серьезный долг перед ПАУТЭПлюс – около 2 миллиардов рублей. Сюда же входит и задолженность населения – примерно 700 миллионов. В этом году погасить долг удалось на 18% больше, чем в прошлом. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.